Сельское хозяйство в Приднестровье. Цель – развитие. Помогает государство. Увеличивает площадь орошаемых земель. Дают кредиты. Сегодня президент Вадим Красносельский посетил Слободейский район. Проверил молочные фермы и насосные станции. Пообщался с аграриями. Слободейский район – экскурсия для президента. Первая точка Чобручей – насосная станция. Орошает 4000 гектаров земли. В прошлом году восстановили магистрали для полива полей. Трубопровод – 3 километра. Работы продолжают. Какая перспектива развития? Вы достигнете, допустим, 5000 гектар, а потом что? Можно и в дальнейшем увеличивать площадь, но за счет ранее неорошаемых массивов. То есть, мы сейчас задача предотвратить выбытие тех, которые ранее были, и ввести в эксплуатацию тех, которые 20 лет не использовались. А это молочная ферма в Коротном. Площадь – 430 гектаров. Выращивают пшеницу, ячмень, рапс, подсолнечник, кукурузу. Зерно на корм. На ферме – две сотни коров. Много телят. В день – больше 2000 литров молока. Все на Тираспольский молочный комбинат. За это дотации от государства. За пять лет – больше 2,5 миллионов рублей. Еще вопрос. Рубль поступает на хозяйство за литр молока, да? Стабильный, без проблем? Не завертая ловко – 2500 гектаров земли. В этом году посеяли пшеницу, кукурузу и подсолнечник. Под орошением – 200 гектаров. В планах охватить еще 750. С обстановкой, вы знаете, в 2020 году у нас урожая вообще не было ничего, не собрали. Да, это новый элеватор построили. Комбайн, да? Комбайн, да. Готов уже к уборке. Есть зернохранилище. Вместимость – порядка 6000 тонн. В автопарке – 4 современных комбайна, почти 20 тракторов и зерновозы. Фирма работает как на внутренний рынок, так и на экспорт. Фирма работает как на внутренний рынок, так и на экспорт.